Тысяча студентов со всех регионов страны примет Самару в ноябре. В областном центре состоится Всероссийский форум, а также финал второй национальной премии «Студент года». Вопросы подготовки обсудили в областном правительстве. Опыт проведения подобных масштабных мероприятий у региона уже есть, и сейчас его нужно закрепить. При подготовке к Чемпионату мира по футболу такие события – хороший повод отработать все нюансы. Форум «Студенческий масштаб. Всероссийские лекции, мастер-классы, встречи с известными учеными страны Самары» уже 13 ноября примет тысячу человек из 85 регионов страны. Выбор на регион пал не случайно. У нас был предварительный конкурс. В рамках данного конкурса победила Самарская область. И тут, конечно, сказалось то, что в прошлом году мы проводили российскую студенческую весну в городе Тольятти. На мой взгляд, российская студенческая весна прошла на высоком организационном, содержательном и, самое главное, эмоциональном уровне. И это тоже послужило одним из факторов выбора региона. То, что высокий уровень организации оценили на федеральном уровне – серьезный показатель. Глава Самарского региона развитию студенческого движения и поддержке талантливой молодежи уделяет особое внимание. Учреждены гранты, губернаторские стипендии. Один студент в области отмечают в последние три года с размахом. Финал престижного всероссийского конкурса – это уникальная возможность показать свои знания и поделиться научными достижениями. Главное – приобрести опыт и найти новые грани сотрудничества. В рамках форума состоится финал второй национальной премии «Студент года». Побороться за это звание смогут сотни студентов, победители региональных этапов. Очный этап конкурса пройдет на базе двух крупных вузов региона. На территории экономического университета пройдет деловая программа, когда ребята вместе с различными экспертами, представителями ректорского и проректорского сообщества будут обсуждать проблемы волнующих студентов и пути их решения. А в Аэрокосмическом университете пройдет конкурсная программа, когда 300 ребят-финалистов будут проходить через различные испытания в своих номинациях. Всего их 10. Оценивать достижения будет профессиональное жюри. Это ведущие спортсмены, политики, знатоки. Вопросы подготовки обсудили сегодня в областном правительстве. Как отметили участники совещания, все службы к приему гостей готовы. Специальные курсы обучения прошли больше 150 волонтеров. Для нас принципиально важно, чтобы мы показали еще раз всем субъектам Российской Федерации, которые будут принимать участие в нем, что Самарская область готова такие мероприятия принимать, что Самарская область может проводить их организованно. Для нас это принципиально важно. Мы накапливаем опыт в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. Там будет больше гостей намного. Кто станет обладателем главного почетного титула «Студент года», станет известно 17 ноября, в Международный день студента. Виталий Портнов, Александр Дутко. Новости губернии. Спасибо.